Алексей Пантюшин – учитель в лицее «Созвездие». Преподает физику, технологию и основы в безопасности защиты Родины. На базе школы ведет кружок по управлению квадрокоптерами. Рассказывает, что дети с удовольствием ходят на такие дополнительные занятия. Чтобы научить своих подопечных чему-то новому, Алексей решил сам обучиться профессии оператора беспилотных авиационных систем. Особенно первое ощущение, когда вот это первый раз, очень интересно, ну и потом, когда начинает получаться тоже очень всё. Ну и сам процесс обучения тоже достаточно захватывающий. Когда вот оно сначала всё падает, ломается, никуда не летит, потом вдруг раз, и всю там сложную трассу сразу прошли. Обучение проходит в Центре практической подготовки авиационного техникума. О техническом устройстве, истории и практическом применении беспилотных авиационных систем на курсе рассказывает действующий сотрудник МЧС Николай Самсонов. Он в этой сфере около 23 лет. При помощи беспилотников обнаруживает пожары. Последние три года передаёт свой опыт студентам авиационного техникума и тем, кто хочет освоить новую профессию. Агропромышленный сектор очень бурно сейчас развивается в плане орошения полей, отвредителей, это полив полей. Значит, мониторинг очень сейчас сильно тоже развит. В лесной зоне, где с помощью беспилотных авиационных систем самолётного типа уже осуществляется съёмка высокого разрешения, составление ортов, фотопланов для дальнейшей уже обработки этих материалов в программе. Бесплатное обучение проходит в рамках национального проекта «Демография», который не первый год помогает жителям Самарской области повысить квалификацию или сменить род деятельности. Для обучения доступно более 160 программ по разным направлениям. На курсах можно получить профессию швеи, сварщика, бухгалтера и не только. Длительность обучения зависит от выбранной программы. Всего 144 часа понадобится для того, чтобы освоить профессию оператора-беспилотника и стать более востребованным на рынке труда. Принять участие в проекте «Демография» и бесплатно освоить новую профессию могут разные категории людей. Безработные, инвалиды, женщины в декрете, участники СВО, люди предпенсионного возраста и другие. Каждый может выбрать направление, которое поможет изменить свой профессиональный путь. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.